Доброе утро! В эфире 12 канала час новостей в студии Регина Абузарова и коротко о главном. Долгожданные квадратные метры из аварийного жилья расселят почти 800 амичей. Региону выделили дополнительные деньги. Кто первый на очереди? Огни в честь запуска движения. Объем проделанной работы внушительный. В рамках капремонта строители привели в порядок опоры моста и пролетные строения. Новое полотно на Ленинградском мосту тестируют водители. В районах области град, но синоптики обещают еще одну волну бабьего лета. В какие дни ждать тепла? Когда очень хотелось кофе. Легковушка протаранила кофейню на голубом огоньке. Расскажем подробнее. Сюрприз для омских хоккеистов. В день отца ястребов поддержали их папы. Я кружок проехал и вот подъезжаю к лавке. Папа мне кричит, я слышу знакомый голос. Кричит сын, сын. Просто прям до мурашек. А еще масштабный марафон. Известные амичи рассказали, чему их научили отцы. Новоселье. Новоселье. Это должны справить почти 800 человек. И как отметил Виталий Хаценко, работа в данном направлении будет продолжена. Добавлю, что в рамках программы расселяются многоквартирные дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Град в Горьковском районе. Видео сняли местные жители. На кадрах осадки с горох. Засыпают улицы. А между тем синоптики предсказывают еще одну волну бабьего лета. По данным метеорологов, уже сегодня воздух прогреется до плюс 13. Но ожидается дождь. Ночью прохладно. Температура опустится до 2 градусов со знаком плюс. А уже завтра столбики термометров уверенно поползут еще вверх. Днем до плюс 18 градусов и без осадков. Еще жарче станет в среду. Синоптики обещают плюс 19. Ну а пока погода шепчет. Любители тихой охоты собирают последний урожай. Грибной сезон, на удивление, еще не закрыт. На мечи до сих пор находят в лесах подберезовики и сухие грузди. Это фото сделано на Красноярском тракте. Для омских водителей открыли обновленную половину Ленинградского моста. Движение перезапустили в выходные, в ночь субботы, на воскресенье, чтобы избежать пробок в центре города. Сейчас для проезда открыты две отремонтированные полосы по одной в каждую из сторон. Одно из первых свежеуложенное полотно оценила наша съемочная группа. Что говорят о работе строителей о мечи и когда мост будет готов полностью, расскажет Ангелина Рунова. Гирлянды и бенгальские огни мерцают на Ленинградском мосту. Правда, в преддверии не нового года, а начало следующего этапа работ. Строители вносят последние штрихи, переставляют бетонные блоки, монтируют дорожные знаки, убирают пыль и мусор, чтобы пустить движение по обновленной части моста. Объем проделанной работы внушительный. В рамках капремонта строители привели в порядок опоры моста и пролетные строения. Устранили ржавчину, прокрасили металлоконструкции, а также обновили дорожное полотно. Капитальный ремонт Ленинградского моста ведется с начала года по наспроекту «Безопасные и качественные дороги». Его инициировал президент. На это выделено почти 2 миллиарда рублей. И вот первый отремонтированный участок открывают для проезда. На часах 6.02 и в эти минуты водители уже едут по новой схеме. По правой половине моста при движении в сторону левого берега из центра. По одной полосе в каждую из сторон. Одной из первых проедет и наша съемочная группа. Мост ремонтируют впервые за годы его существования. То есть за 60 лет. Было плохо, было неровно. Эти стыки постоянно затрудняло движение, уменьшалась скорость. На новой половине все уже идеально, хорошо и ровно. Теперь перекрывают вторую половину моста. Работы будут проводить там. Продолжат преображать и обновленную половину, прежде всего тротуар. Покрытие уложат по современной технологии. Это будет не асфальтобетонная смесь, а роберфлекс. Своеобразная мембрана из полимеров. Толщина всего 5 миллиметров. Это снизит нагрузку на мост. Состояние тротуарных частей моста оставляло желать лучшего. Позаботились о здоровье жизни наших жителей, пешеходов. Таких провалов, конечно, больше уже не будет. Готовность объекта 60%. Вишенкой на торте станут новые фонари и праздничная подсветка. Все работы идут согласно подписанного контракта, все в графике. Никаких претензий к строителям нет. Молодцы. Наметили дальнейшие планы, пока я не хочу их озвучивать. По поводу открытия остальной части. Есть некоторые возможности сделать пораньше открытие моста. Последние штрихи рабочие вносят и в транспортную развязку по улице Третьей Островской. 67 метров свежего асфальта и новые локации готовы. Если пешеходы уже наслаждаются велосипедной дорожкой и спортивным уголком, то автомобилисты здесь смогут проехаться лишь после официального открытия развязки. В день сдачи моста. Это конец следующей весны. Англия Рунова, Сергей Никифоров, Санат Токсанов, 12 канал. Получить миллион на обучение и попасть в команду губернатора всего три дня осталось до окончания регистрации на кадровый проект «Омская область. Продвижение». Запустили его по распоряжению глава региона. Главная цель, как отмечает Виталий Хаценко, найти талантливых руководителей, а также сократить дефицит кадров. Нехватка специалистов сейчас в здравоохранении, образовании и промышленности. Главное условие – конкурсант должен жить, учиться или работать в Омской области. Заявки подали уже более 6 тысяч амичей. Регистрация продолжится до 19 октября. Победители кадрового проекта «Омская область. Продвижение» получат миллион рублей на обучение по управленческой тематике, войдут в кадровый резерв и, возможно, станут частью команды губернатора. Их пригласят в экспертный клуб под руководством главы региона. В другим темам потерял управление и устроил переполох. Красная девятка протаранила кофейню на голубом огоньке. Стали известны подробности аварии в центре города. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением. Легковушку занесло на тротуар, и машина на скорости влетела в витрину павильона на остановке. От удара фасад киоска оказался сильно помят. Досталось и самой девятки, но, к счастью, никто не пострадал. Госавтоинспекция продолжает проверку, а мечи в соцсетях шутят. Видимо, водителю очень хотелось кофе. И в продолжении темы, как рассчитать сумму компенсации, чтобы суд удовлетворил иск в полном объеме. Можно ли потребовать моральный ущерб собитчика за конфликт в общественном транспорте? Ответы на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Гость Игорь Семенов – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров и гражданских арбитражных процессов прокуратуры Омской области. Вопрос актуальный. Получить деньги за психологический вред по закону поможет именно компенсация морального вреда. Касается это разных ситуаций от задержки заработной платы или нарушения потребительских прав до уголовных дел. Жительница города Омска в зимний период времени поскользнулась на пешеходной дорожке, сломала руку, соответственно, не остановилась и добилась взыскания в судебном порядке денежных средств в размере 300 тысяч рублей. Смотрите актуальное интервью, посвященное теме компенсации морального вреда, сегодня в 19.15 и завтра в 10 часов 10 минут на 12 канале. Субтитры делал DimaTorzok И, как предупреждают в ресурсоснабжающей организации, давление будет понижено и в соседних домах. В день отца известные мячи рассказали, чему их научили папы. Марафон запустил глава региона Виталий Хаценко. Мой отец научил меня читать, плавать и любить родину, за что ему я очень благодарен. Своих детей тоже учу любить нашу Россию, быть добрыми, заниматься спортом и уважать старших. В своем телеграм-канале Виталий Хаценко поделился, что быть отцом – это большое счастье и ответственность. Инициативу губернатора поддержали знаменитые мячи, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, капитан хоккейной команды «Омские крылья» Александр Угольников, ведущий 12 канала «Константин Лондон». Присоединился к марафону и Амич, участник спецоперации. Я отец десятерых детей. Я научил своих детей ответственности, смелости и заботе о младших. Амичи, поздравляю вас с Днем Отца. И необычный трогательный папский матч на G-Drive-арене. На трибуне главные фанаты своих детей – папы. В День Отца в клубе решили провести игру, пригласив в тайне от омских хоккеистов их отцов. Те вышли на лед перед встречей и даже провели символичное взбрасывание. С подробностями Андрей Блохин. Они бегут, 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 торопятся на хоккей. На самый ранний домашний матч в истории омского «Авангарда». Я три десятка лет хожу на хоккей и могу абсолютно документально сказать. Раньше, чем в 4 часа дня «Авангард» ни разу дома со своими соперниками не играл. И вот это произошло. 15-30. Матч с Ярославским локомотивом. «Авангард» даже отменил традиционную утреннюю раскатку. Время начала игры на такую рань поставило КХЛ по своим соображениям. Но прибежали на хоккей все зрители вовремя. 12 тысяч на трибунах. Необычное стартовое вбрасывание. Этот матч в честь Дня отца объявлен папским. Папы игроков «Авангарда» на него приглашены и привезены из разных городов. Хоккеисты впервые увидели их, облаченных в ястребинные свитера, на раскатке перед игрой. Конечно, как-то неожиданно было даже, что они стояли сразу у нас в Америке даже. Я сначала не понял, думал, какие-то ветераны стоят, что ли. Отец хотя бы, ну, никто ничего не говорил вам, что я. То есть отец не кололся? Никто вообще, да. И все ребята были в шоке. Вы подозревали, предугадывали, что папа пригласил на матч? Нет, нет. Я вообще вышел просто на раскатку, смотрю, какие-то мужчины справа стоят. Я не обратил внимания, просто посмотрел и поехал дальше. Но вы сделали кружок, а потом подъехали и обнились. Да, я кружок проехал. И вот подъезжаю к лавке, папа мне кричит, я слышу знакомый голос. Кричит «сын, сын». Я подъезжаю, ну, вообще, я просто прям до мурашек. Помимо мурашек появилась еще кое-что мощная мотивация забить гол. Поначалу наши проигрывали 0-1, но гол «Венгра», так зовут Денис Венгра-Жановского в команде, стал переломным. Дальше больше. Бушет 2-1, шло крикошетом от лица защитника Ярослава Рафикова 3-1. Последняя игра была тяжелая такая, с локомотивом, долгая домашняя серия, и это эмоции прибавило. Третий матч подряд команда «Кравца» выдает сумасшедший второй период, а в третьем итог подвел Владимир Ткачев 4-1. Отец Владимира Эдуардовича тоже был на матче. Жаль, пап, на выезд с собой не повезешь. Но победный настрой на выезде сохранить вполне реально. Андрей Плохин, Сергей Ленвебер, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Концерт «Сенсация» от продюсера Эмира Кустурицы. Легендарные сербские музыканты в Омске. Марко Маркович и Биг Браз Бенд. Этнические мотивы, современное звучание и вихрь зажигательных цыганобалканских мелодий. 1 ноября в концертном зале филармонии. Невероятное шоу, полное колоссальной энергетики. Для первых в труде. И первых в игре. Для первых свиданий. И первых признаний. Для первых по кудряшкам. И первых по волнам. Для первых на поворотах. И первых на виражах. МАХВА. Первые для первых. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. И о погоде. Сегодня, 16 октября, в Омске облачная температура воздуха днем плюс 7, плюс 8. В районах облачная дневная температура 6-7 градусов выше нуля. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите подкаст «Гуджоп». Увидимся в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин